Короткая карьера обвиняемого республиканца Джорджа Сантоса в Палате представителей США подошла к концу, когда коллеги-законодатели проголосовали за его исключение из-за уголовных обвинений в коррупции и обвинений в нецелевом расходовании денег на предвыборную кампанию. Плата представителей проголосовала 311 против 114 за немедленное отстранение его должности, что превышает большинство в две трети, необходимое для отстранения одного из своих членов. Его исключение сокращает и без того незначительное большинство республиканцев до 221-213. Его округ, включающий части Нью-Йорка и Лонг-Айленда, считается конкурентоспособным. И там очень сложно выиграть республиканцам. Сантос – лишь шестой член Палаты представителей, исключенный из Палаты представителей, и первый, кто не был осужден за преступления, не сражался на стороне Конфедерации во время гражданской войны в США в 1861-65 годах. Двухпартийное расследование Конгресса в прошлом месяце показало, что он снял со своего предвыборного счета в Конгрессе 4 тысячи долларов на СПА-процедуру, включая Ботокс, а также потратил 4 тысячи долларов из придурной компании в роскошном розничном магазине Хермия, совершал меньшие покупки на OnlyFans в онлайн-платформе, известной своим сексуальным контентом. Сколько демократов-законодателей можно было бы исключить за подобные нарушения, однако демократы четко защищают своих на постах, потому что они должны голосовать за партийные цели. 35-летний Сантос погряж в скандалах после своего избрания в ноябре 2022 года. Это произошло после того, как он признался, что сфабриковал большую часть своей биографии, а федеральные прокуроры обвинили его в отмывании средств придурной компании и мошенничестве с донорами. Сантос не признал себя виновным по этим обвинениям. Он пережил предыдущую попытку высылки в начале ноября, когда 182 его коллеги-республиканца и 31 демократ проголосовали против его отстранения на том основании, что сначала должно было рассмотрено его уголовное дело.